Эрикьяно не футболист, потому что все, что он показал за свое пребывание в медиафутболе, это ноль. Привет, друзья, это Егоров. Многие говорят о том, что возможный переход Эрикьяно в Тудроц это всего лишь слух, который придумал чуть ли не я. Отвечу. На мой взгляд, нет, это не слух. Наоборот, мы наблюдаем некую сценку, которую разыгрывают для нас руководство Тудроц некий Джекой, ну и, возможно, сам Эрикьяно. Я думаю, что они обо всем договорились, и часть этой сценки как раз опросы общественного мнения. Хотите ли вы, чтобы Эрикьяно вернулся, или те же самые опросы у игроков Тудроц, что же они думают, если мы возьмем Эрикьяно опять. Почему так происходит, я скажу в конце ролика, но пока давайте послушаем, что говорят и игроки Тудроц, и игроки Амкала, которых я также поспрашивал. Я думаю, Эрикьяно будет хорошо смотреться рядом с Баррикой. Но попросил записать кругляшную тему того, похуй ли мне на то, что Эрикьяно перейдет в Тудроц или нет. Именно так был поставлен вопрос, и вопрос был поставлен очень здорово. В целом, похуй. Правда. Чуваки, ходят слухи, что Эрикьяно может перейти в 2D. Вот честно, я не знаю. Мне как-то похуй. Вот пройтись с ним и попокупать вместе с ним шмотки было бы интересно. Оказаться у него дома мне по-прежнему интересно. А касательно того, где он будет дальше тренироваться, играть в футбол и участвовать в челленджах, не очень. И не очень понимаю, зачем это нужно Тудроц. Даже если он прыгнет с самолета без парашюта, я только скажу, ебать ты дебил, нахуя ты прыгнул без парашюта. И вообще я помню, когда ты на него подписался, когда мы снимались, ответил там на мою историю, неплохо танцуешь. Блядь, он обратно не подписался в ответ. Я думаю, чувак, у тебя что-то через свои летит в падлу. Я думаю, блядь, какая-то странная херня. Эрикьяна отлично будет чувствовать себя в Тудроц. Решать не мне, но все же я выскажу свое мнение. Если брать как картинку, как персонажа, то скорее всего да, чем нет. Но если брать как футболиста, скорее всего даже как футболиста. Давайте смотреть правде в глаза. Эрикьяна не футболист. Потому что все, что он показал за свое пребывание в медиафутболе, это ноль. Ай, черт, надо сказать, как я буду относиться к этому. Я пожелаю ему только удачи. И побольше забитых пенальти. И никогда не проигрывать штрафные на стрижку. Отговорки травмы? Ну, не знаю. У меня было очень много травм. И я мог показать за 10 минут тренеру, что я что-то стою. И что я могу что-то показать в дальнейшем, когда вылечусь. Он показал ровно ноль. Если ты говоришь, что ты охуенный футбик, пожалуйста, выиграй челлендж, забей гол и так далее. Ничего не видел. Так что, пацаны, футболист из Эрикьяна никакой. А как персонаж он охуенный. Эрикьяна, что, в тот раз будет хорошо смотреться? Он везде прекрасен, он прекрасно выглядит. Эрикьяна, ну, тип нормальный вроде, но, типа, он нарцисс, такой, любит себя. Вот. Прекрасно выглядит в любой форме, в любой экипировке. Честно, не верю в это. И, типа, я думаю, что это мало шансов, потому что... Ну, бля, это дротс, это гранд, типа, медиа, футбол, всего это, ну, типа, это лучшее вообще, что есть. И я считаю, что нельзя и как-то неправильно, и помешает имиджу, то, что ты можешь уйти из футболиста, поиграть в какой-то команде и вернуться просто так, ну, легко обратно. Так не должно работать, пацаны, поэтому я считаю, что нет. И я считаю, что Эрикьяна вряд ли вернется в футболист. Я одобряю переход Эрикьяна. Мне кажется, это вообще идеально для него. Он будет там в челленджах все охуенно погасывать. Футбол ему этот нахуй не сдался. Поэтому я жду Эрикьяна на дротс арене скоро. Даже несмотря на то, что сейчас, кстати, когда я записываю эти кружки, там дрот записываю кружки, что они не сильно рады ловить некоторых. Я все равно, я очень жду его. Они сейчас все опять заслюбятся. Честно, я хочу, чтобы в моей команде рядом со мной играли пацаны с сильным духом, характером, которые не могут из-за какого-то хейта морально упасть. И я не жду, честно, не жду при всем моем человеческом уважении. Севен, наш любимый, никогда не проявлял таких бойцовских качеств, даже близко. Он только обижался на какой-то пихач, пихач, который в рамках тренировок происходил. В раздевалке никогда им никто ничего не говорил, потому что, ну, все говорят, вышли с поля боя, забыли. Но пихач во время тренировок, у нас Сиба может наорать там на меня, на кого угодно, напихать по делу когда-нибудь. И это все все поймут. Ну, то есть кто-то более, грубо говоря, авторитетный. А здесь, ну... Я считаю, что вообще ему не надо было уходить, и он мог добиться намного больше успеха, чем он добился в Амкале. И, может быть, из-за этого он растерял там всю свою психологическую форму, стал очень неустойчив, просто максимально психологически. У него на этом фоне начали появляться постоянные травмы. На пихач было одно расстройство, обиды одни. Потом на конструктивную критику были одни обиды. И итог, что просто у человека, типа, психологическое состояние там плохое и так далее. Ну, как сказал Дима Егоров, все в ролике, он просто оказался не готов. Я думаю, если бы он остался и попробовал сначала бы себя реализовать в челленджах, которых, ну, неплохо у него получалось сравнительно. И затем уже далее пройти путь с командой на МКС, где ты мог подготовиться. То есть сначала сделать все красиво в челленджах, набить себе, образно говоря, имя, потому что на реке оно реально интересно смотреть. Как ни крути, это правда. У него реально интересно смотреть и слушать его. Ну вот, если бы он все сделал себе охуенно в челленджах, и потом бы еще смог стрельнуть на МКС, то, камон, он бы сейчас был просто гением, наверное, одним из самых сильных в медиафутболе. Я думаю, Эликьяно будет хорошо смотреться рядом с Барой. Блин, или не про это речь. Че надо конкретно? Вась, ну правда уже заканчивали бар тушить. Ну, сколько можно шутить? Реально уже, ну, знаешь, когда слишком много шуток, это превращается все вот в зло, как будто ты его специально на обиде зацепить хочешь. Это ужас. Витюшик, ну, в целом я с тобой согласен. Вась, больше такого не повторится. Да, Вась, спасибо. А то, конечно, с шутками твоими, блин. Только красного носа не хватает тебе вот такого вот. Сюда и все. Вообще бы один в один был. Недавно у меня был стрим, как раз с Эликьяно по поводу его возвращения, возможного возвращения. И он как раз спрашивал, будут ли меня видеть рады участники Тудроц. Я хочу спросить у него, а готов ли ты окунуться в этот мир безумия, делать все вот эти наказания, как я татуировку, как Карен в трусах пройтись, выбрать член, как Бигги на башке. Есть очень много но, потому что Эликьяно шел за футболом, и вот эта вся движуха, как мне казалось, ему не особо нравится. Поэтому был бы я рад его видеть, конечно. Потому что он был бы потенциальным человеком, который может проиграть наказание, и это выглядело бы со стороны круто. Как персонаж, безусловно, он прикольный. И такой истории никогда не было, что человек уходил из Тудроц ванкал и возвращался потом обратно. Это точно произведет бум. Но тут нужно спрашивать у всех, хотят ли видеть Эликьяно в коллективе, именно как игрока, как участника, и хочет ли сам Эликьяно быть в этом коллективе. Ну что ж, вот такие мнения игроков. Как видите, практически никто, ну прям на 100% не хочет видеть Эликьяно в Тудроц. А кто-то, наоборот, категорически не хочет его видеть. Также мы смотрим опрос читателей. Всего лишь тридцатка. Тридцать процентов за то, чтобы вернулся Эликьяно. И очень много вот таких вот знаков. Ну и, конечно, сам Эликьяно тоже уже пишет. Да, не очень-то мне и хочется. Я вообще автономный и свободный блогер. Или как угодно. Так вот, мой взгляд. Это все делается для подогревания ситуации. Сначала подогревается отказ от перехода Эликьяно. Затем он внезапно залетает на один из челленджей. Где, скорее всего, прекрасно себя проявляет. Обнимается с командой. Об этом снимается ролик. Потом еще ролик. Это все инфоповод. Ну, а дальше, а дальше Эликьяно становится уже полноправным участником. Тем более, заметьте. Тот человек, с кем у него был явный конфликт, это Ярош. Сильнее всего выступает за Е7. Поэтому, я уверен, Эликьяно ничего не делает просто так. У него все просчитано. И мне кажется, что в личном общении я тоже это понял. И повторюсь, я уверен, Эликьяно совсем скоро будет в Тудроц. И обязательно сыграет сам Као. Когда-нибудь. Если вообще футбол тут будет. Пока.